Алексей Матыченко лично участвует в укреплении размытого берега. Этот участок находится в районе 1-5 шпор в промзоне сахарного завода. Пока чрезвычайной ситуации не объявляли, но многие предприятия, среди них сахарный завод, предоставляют технику, чтобы защитить город от подтопления. Мы готовы должны быть ко всему. Дай бог, что дамба вся сегодня держит. Река идет уже третий день в режиме более двух метров. Это уже как бы третий поток. Те меры, которые были предприняты до того, они все были правильные, выдержанные. Сегодня вся дамба держит. Но есть места, слабые береговые линии, которые опасности и угрозы никакой пока нет. Но мы их тоже решили укрепить старым дедовским методом, привязыванием деревьев, плотов, таким образом спасая саму береговую кровь. На протяжении всей длины дамбы вдоль городской линии пока все стабильно. Мы не объявляли ни режим повышенной готовности, но уже третий суток находимся на круглосуточном дежурстве, и где необходимо принимаем вот такие превентивные меры. Уже проверенный дедовский метод предотвратить дальнейшие разрушения с помощью веток применяют и в этот раз. Спасатели МЧС стальными тросами охватывают огромные стволы. Вода смягчает свой удар, но по прогнозам дожди сохранятся. Пока же, говорит глава города, все реки держатся в своих берегах. Хорошо, что в прошлом году была проведена очистка так называемого Лобинского канала, который у нас называется река Неволька. И сегодня большую долю распределительный узел в станице Владимировской направляет через нее вокруг города Лобинска. Но у нас повышенное волнение вызывает то, что этот увеличенный поток приходит прохладный, который тоже относится к городскому поселению. Поэтому на протяжении всего этого расставлены люди, которые прочищают трубные переходы, чтобы нигде не было засора на носа и вода проскакивала. Вот на данный момент, говорю, что еще нигде вода не выходила из берегов, пока мы ее умудряемся контролировать. Глава района сегодня объехал сельские поселения, изучил ситуацию на реках. И вот, что нам рассказал начальник отдела ГОЧС администрации Лобинского района. С 11 мая ниспадает уровень реки Лоба, идет на подпоре, идет неблагоприятное явление. Также по всем малым рекам идет подъем до неблагоприятного явления. По Чеблыку неблагоприятное явление, по реке Синюхой неблагоприятное явление. Но сейчас она выросла до опасного явления. Но еще мы сейчас были с главой района Александром Александровичем Садчиковым на объезде. Посмотрели все реки. Посмотрели, что они идут в берегах, пока подтопления ничего нет. Есть выход рек на низменные части пастбища. Больше выхода рек нигде не наблюдается. На всех реках установлены посты, контролируются и каждый час передается оперативному дежурному ЕДДС информация об уровнях рек и количестве осадков.